1 мая 2024 год по поводу моих прогнозов смотрите когда мне пишут я записал свое видео и через год посмотрим что ты скажешь я хочу чтобы было понятно речь не идет ни о каких периодах в год это как с бросанием курить у меня лайфхак вот я как бросил курить то есть когда у вас этот приступ страшный что вам за сигарету хочется бить вам надо помнить что это ну не продлится вечно вот это дикое желание курить а ну его надо перетерпеть несколько минут всего навсего там займись там чем-то воды попей побега попроседай и постепенно так неделю за неделей там через две-три месяц уже этот острый приступ паники желание там все продать за эту сигарету он проходит то же самое я этим занимаюсь целенаправленно совершенно целенаправленно я нахожу те положительные моменты которые для украинской армии в нашу пользу складываются и против российской армии на оккупантской это складывается и целенаправленно на это указывают какие-то негативные стороны они вы и сами их знаете вы что не знаете что люди погубают что города разрушаются знаете все прекрасно зачем когда ты вот когда ты представляете ты приходишь к человеку который пытается бросить курить и начинаешь ему говорить ты никогда не справишься ты никогда не сможешь нет я как раз целенаправленно говорю о том пытаясь прогнозировать указывая на то что уже случилось из парад пытаясь прогнозировать то что произойдет в скором будущем у меня по моему это даже не очень плохо получается вы посмотрите 14 числа апреля сказал что нападение ирана на израиль скажется положительно на поставках вооружения украине да вот видео есть у меня там да на нападение в масть называется на youtube я его так назвал по-моему для атака в масть нападение в масть то есть 7 месяцев мы на тот момент уже ждали этой помощи американской я сказал что сейчас из-за того что напали на израиль вот эти вот иранцы то есть это покажет мировому сообществу что надо быстрее предпринимать меры я не думал что через шесть дней это произойдет до 20 уже подписали пакет я когда сказал что начнется птичка под 18 апреля я не думал что 19 украина забьет первый за всю историю свой стратег российский поймать это первый то есть на следующий день буквально я когда говорил о том что китай будет санкции вводить и не пойдет на поводу не у каких там этих самых российских магнатов олигархов путиных и прочих этот си потому что она гораздо выгоднее торговать с америка и европой чем то есть я это сказал 18 не пошли 22 что кажется за два дня за два дня до того как в 30 вот по моему вчера ройтерс выпустили позавчера выпустила 29 29 статью 28 я сказал про то что китай не послушается и будет вводить санкции против этого самого против российских российских торговцев да и банки на следующий день выходит статья ройтерс которая описывается как страдают банки китая производители китая потому что не могут перечислять денег то есть действительно там у них проблемы отказываются четыре крупных банка отказалась или месяцами проводят платежи то есть не имея инсайда просто слушая там каких-то людей которыми я имею доверие до журналистов там это самое я делаю выводы что будет вот примерно вот так вот а конечно примерно да когда я говорил что там у вас эти потопы ворске закончится тем что летом это все перейдет на пожалуй я думал это летом будет но у нас прямо сейчас вот прямо сегодня у нас тонет тюмень еще вода не сошла да и у нас уже сегодня показывают как-то мулан-оди горит бурятия получилось свою ответку от господа бога буряты да так что ну как бы по-моему я не вижу что плохо сбывается что ли прогнозы мои как-то это же опять же не мои прогнозы я слушаю просто тех людей будет опытный 50 лет я уже лет по 10 там мовчана я слушаю 10 лет там и на зевцева 10 лет алексашенко там я не знаю то есть огромное количество людей портникова которых уже имеет ну то есть я знаю я их слушать не только потому что они все время все верно предсказать а потому что я понимаю какие тенденции не описывают и где они могут ошибаться где правильно я стараюсь это там вышли нет из этого что-то и блин вот вам рассказать то что положительное будет то что нам пакет уже помощи приходит все приходит ну по-моему ребятки смотрите с оптимизмом поймите что как и с курением тяжело все самое тяжелое позади если мы уже подержались два года это его массивного ступень тяжело я даже не сравниваю с тем как я воевал блин четырнадцатом году когда у нас на подразделение было пистолет автоматы не пулемета не бтром нифига да повторяю постарел повторяю постоянно это но одно дело когда тебе заходят в посадку ночью дрэшники и как слепых хотят вас мучать с этими тепловизорами понимаешь совсем другое дело как мы сейчас воюем когда у нас атакамсы когда у нас хаймерсы когда все у нас дабы мы потеряли один тепловизор он там сто шестьдесят тысяч стоил прилетела по ним ракета расхоняется все живые слава богу да то есть мы уже перетерпели два года масштабного наступления такого серьезного представляете что такое 2022 год когда 10 миллионов снарядов на нас высыпалась и что такое сейчас когда мы уже в северной кореи покупать россии в общем не паникуйте прогнозы старайтесь вам не надо думать о том как тяжело будет еще год такой войны думайте о том что блин вот сейчас уже к нам приходят снаряды сейчас уже к нам приходят атакамсы вот прямо сейчас нам поставляется там беспилотники нам помогает там британия норвегия там ну вы все прекрасно знаете все буду украины не переймайтесь